Насколько я понимаю, вопрос состоит в том, что отечественное, российское детское кино почти или даже напрочь отсутствует. Потому что говорить о том, что детское кино отсутствует в России, это неправильно. Потому что прекрасные есть фильмы, они приходят из Франции, из Америки, из Италии, из Австралии, откуда угодно. По большому счету есть и несколько иностранных каналов, которые тоже дают неплохие истории, прекрасные. Я не знаю, можно назвать это Дисней или Никелойден, но вырежу. Просто все, что связано с детьми, очень жестко регламентировано законами. И законами не только о каких-то возрастных ограничениях, но и рекламы. Поэтому здесь все упирается в деньги. И поскольку мало кто инвестирует в детское кино, и государству тяжело сейчас, собственно, это не первая проблема, которую нужно решать. Есть образование, наука, исследование, медицина. Я думаю, что единственное, кто там еще как-то барахтается, это несчастный Борис Грачевский, который выбивает эти деньги и за счет пожертвований, и спонсоров, и яролаж еще существует. Это действительно очень забавная, поучительная и ироничная история. Там качество разное, и разная игра актеров, этих детей, но то, что это история, эта традиция, это великолепно. Те фильмы, которые были у нас, они остались. Электроников никто не списывал со счетов, и Алису Селезневу, и этого Буратино. Просто, к величайшему сожалению, сейчас все это делает Запад. Они свои ценности не насаждают. Это мораль, которая для всех примерно одинакова. Ну, если сильно разбирать как-то, конечно, у детей русских возникает вопрос, а почему вся вообще Катавасия идет не у нас? Почему Супермен или Железный Человек, это не мой герой, это не наш? Как объяснять? Ну, потихоньку. Я пытаюсь сказать, что Голливуд, поскольку там хорошая погода всегда круглосуточная или круглогодичная, вот именно он снимает фильмы, и это основной производитель фильма. Что делать в нашей стране в этом отношении, я не знаю. Я думаю, если бы кто-то знал, кто-то бы это делал. Поэтому нам остается только надеяться на то, что будут люди, меценаты, спонсоры, которые будут вкладывать деньги в хорошие сценарии, в неплохие, хорошие фильмы, качественные, поскольку дети очень чувствительны к всякой чернухе, к некачественной какой-то обстановке, героям каким-то непромытым. Поэтому, к сожалению, еще раз могу только сказать и развести руками, моя дочь, которая 8 лет, смотрит либо старые мультики Советского Союза производства, и то, что смотрит весь мир.